Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Такое дело, здесь на каждом углу, куда бы ты ни пошел, стоят такие маленькие макашницы со стритфудом, различным видом. Начиная от шашлычков, заканчивая разными видами напитков. А вот давайте-ка мы все это прекрасно проверим и перепробуем, насколько это безопасно, можно ли это есть. И я еще попозже запишу, что же со мной в итоге случилось. То есть это интересный момент в том плане, что как раз-таки, а вот нормально ли это? Ты идешь по улочке и чего-нибудь быстренько захотел перекусить. Возможно ли такое, что ты здесь попадешь в какие-то неприятные ситуации? Давайте проверим, поедем и будем пробовать все подряд. Ну и первое, что нам попалось, это так называемая сладкая баночка. То есть из сахарного тростника, вот при таком огромном шуме, делается вам напиток. Следовательно, он может быть как и без льда, так и со льдом. Но, естественно, в такую жару мы возьмем и попросим со льдом. Посмотрим, как это делается, как это происходит. Мы взяли два разных напитка. Первый это как раз тот самый сахарный тростничок. Вы знаете, это смесь лайма, сладенькая и как будто бы небольшой вкус чая присутствует. Да, вполне себе, отличный напиток, очень даже неплохо, освежает. А второй это уже заготовленный чай с маракуйей в данном случае. Здесь специальная трубочка потолще, чтобы семечки маракуйи пролезали. Попробуем его. А вот это прям достойная штука. Кайф, кайф. Мне сам по себе фрукт маракуйи очень нравится. Это один из моих любимейших фруктов. Поэтому сочетание чая, холодненького с маракуйей замечательно. Ну а больше всего меня радует ценник. Потому что каждый из этих вот стаканчиков стоит по 30 рублей. Отлично. Поехали далее. Посмотрим, что мы еще сможем прикупить. А спонсор ролика Аэрогрил Редмонд. Это просто потрясающая вещь. Ведь готовит он вообще без масла. И при этом умудряется выдавать такую аппетитную корочку. А дело в том, что готовит он при высоченной температуре. Так что хрустящая курочка готовится за 20 минут. А лосось вообще минут за 10. И как всегда у Редмонд антипригарную поверхность не надо мыть. Просто протри салфеткой. И это чертовски экономит время и силы. Пара сек и поверхность как новая. Невероятно, но факт. Именно воздухом тут можно задать корочку без масла. Не любите масла? Следите за фигурой, но любите хрустяшку. Редмонд Рэк. То, что нужно. Ну и конечно же тут есть встроенные программы. Как для стейков, так и для курочки, картошки и прочего. А по промокоду Костян вы получаете скидку аж 30%. Все ссылочки в описании. Следующая остановка у нас такая. Типа огромных пельмешек заприметили. Называется они Бан Бау. Что они из себя внутри представляют? Сейчас давайте посмотрим, затестим и попробуем. Стоит одна такая пельмешка 60 рублей. Не так, чтобы и дешево. Пожалуйста. Что ж, давайте попробуем. Предполагается, видимо, что ты куда-то все-таки пойдешь. Потому что, честно говоря, ни приборов каких-либо, ни что-то с собой не дают. То есть, жри руками, как говорится. Кстати, надо спросить, ничего не дают ли они. Ну вот, уточнили, не дают ничего. Ладно, будем жрать, как говорится, руками. Снаружи огромная булка. Это не пельменное тесто. Это прям пирожок. Я вижу там какой-то фарш. И яйцо. До начинки с первого вкуса я так и не добрался. Давайте попробуем со второго. Фарш неплохой. Салфеток реально не хватает. Вполне себе. Штука мне нравится. Внутри начинка вкусная. Хорошая. И яичко в тему, и фарш какой-то такой даже. Солененький, нормальный. Но вот булка, вот этот пирог. Такое впечатление, что, во-первых, слегка сыровато. Ну, вон, видите, как она сама по себе отдирается, как какая-то. Вот это вообще снаружи сырое какое-то тесто. Если кто рыбалоп и знает, когда вот замешиваете тесто. И наверняка все пробовали тесто для рыбы, которое потом... Вот тот же самый вкус. Я бы продавал отдельно начинку изнутри. Нет, дальше не хочу. Серьезно, так себе. Сыровато. И не очень. Все равно вот этот привкус сырого теста остается. Что ж, поехали дальше. Смотреть, что еще найдем. Помимо обычных тростниковых водичек, которые вы можете здесь везде купить, естественно, попадаются и свежевыжатые соки, как, например, из помело, папайи, авокадо, яблоки, помидоры, апельсины и тот же самый маракуйя. Соответственно, ценнички вот они, пожалуйста, выбирай любой. И я так понимаю, что они еще могут и замешать. Мне больше всего импонирует сейчас попробовать, допустим, свежевыжатую авокадо. Как это будет работать и на вкус? Сейчас узнаем. Микс для меня, пожалуйста, папайя, авокадо и оранжи. Микс вместе. Сейчас посмотрим. Я попросил замешать мне что-то среднее, такой, знаете, микс сделать из папайи, авокадо, ну и апельсинчик, чтобы, знаете, влаги было побольше. Потому что сама по себе папайя, она довольно тверденькая, соответственно, сока в ней не густо будет. Но авокадо все прекрасно знают, тоже из нее скорее масло можно получить на хлеб, который намазать, не за ли сок. Поэтому пускай все будет разбавлено еще и апельсинчиком. Подождем, посмотрим, что они сделают. Стоит это точно так же, 60 рублей. Толстая довольно трубочка. Да, жижа, потому что действительно довольно густая. Давайте пробовать. Сладко, потому что она добавила еще и сгущенного молока. Но сладость не забивает. Так что дробленый лед освежает, холодно. По отдельности расчленить на составляющие можно, но довольно сложно. Микс получился довольно гармоничный. Слегка чувствуется апельсинчик. Авокадо. Вот папайи я не чувствую. Она в принципе так не сильно ярко выражена, как обычно. Вот это классно. Вот такую штучку зацепил и идешь пьешь. На самом деле почти еда. То есть серьезно, микс довольно такой плотненький. Вот эта штука мне нравится. Я вот, это первое, что я доем, допью до конца. Вот такие штуковины, свежевыжатые соки. Как вы захотели, так вам и намешали. Отлично, отлично. Своих денег стоит. Кайп. А следующее на очереди у нас рисовая бумага, которая смешана со всякими всевозможными добавками. И это первое место, где мы стояли в очереди. Перед нами было два человека. Следовательно, сейчас люди закажут, а что-то после этого закажем и мы. Давайте посмотрим прежде всего, какие вообще есть тут добавки. Здесь есть креветочный порошок, перец, сушеные креветки, сушеная рыбка и даже какая-то нарезка из колбаски. Также лайм, ну и прочие еще добавки. А, да, и острый соус, конечно же. Делается это следующим образом. Это скорее такая еда, не которую ты идешь и из пакетика на улице точишь. Это скорее то, что ты берешь с собой домой под пивко заточить. Ну, а мы попробуем это прямо здесь и сейчас. Вот такая порция, чуть-чуть подороже, она уже стоит 100 рублей. Ну, а если быть совсем точным, то 90. А, небольшая поправочка, 75 рублей. Так, что тут у нас намешано? Здесь прежде всего с мясом, яйцами и куча-куча разных трав. Интересно. Никаких приборов нет, поэтому, в общем-то, стритфуд это такой, который не для еды прямо на улице. Ну, попробуем его. Рисовая бумажка довольно твердая. То есть есть что пожевать. Наполнение отличное. Серьезно. Дома под закусь неплохо. Что из себя представляет вторая штука? С сушеными всякими рыбками и креветками. Давайте попробуем вот таким образом. Так, прожую, потому что вот эта рисовая бумага здесь, я не могу сказать, что это как стекло. Это такое стекло, которое со временем слюной размачивается, начинается уменьшаться в диаметре просто капитально. И превращается в какую-то малюсенькую-малюсенькую штуку. Вот эта штука, между прочим, довольно острая. Это реально лонг-ит такой, знаете, то есть реально. Ты купил, пришел домой вот так вот посередине поставил. И так баночек 5 пива можно смело под это дело убрать. Ну что ж, эту вещь я как раз-таки домой заберу. Мне нравится. И довольно много. За 75 рублей. Вот так вот. Две такие огромные порции. Все, норм. Если у вас нет вечером чего на закусь посидеть в своем отеле на балкончике, поточить под пивко, то вот это то, что нужно. Следующее, что нам попалось, это рис с разными добавками. Честно говоря, я так посмотрел, добавок прям очень-очень много. Есть из чего выбрать. Давайте попробуем что-нибудь такое совсем необычное. Потому что, допустим, та же рыбка или курочка, ну это обычные вещи. Давайте выберем что-нибудь такое наиболее необычное наполнение. Я попросил три наполнения. Свинина, овощи тушеные и овощи маринованные. Давайте посмотрим, как это готовится. Стоит от удовольствия 100 рублей. Естественно, пока ты просто идешь на ходу. Спасибо. Не поешь. Поэтому давайте-ка присядем на какую-нибудь скамеечку и попробуем это дело скамячить. Кстати, а приборы какие-нибудь дали? Да, есть. Вот ложечка приложена. Ну что, давайте дойдем до скамеечки ближайше. Посидим, похомячим. И совершенно без проблем говорят, господи, да зайди ты вон в рест. Да там посиди и похавай. Так что, видите, вообще без каких-либо проблем. Заценим овощички, грибы с какой-то еще травой. Это мякоть бамбука, измельченная. Кстати, очень даже приятная хрустяшка. Неплакие маринованные овощи. Морковка. Плюс сложно разобрать, что именно. Рис как рис, неплохой. Что касается свинины. Как вы поняли, свининка довольно жестковатая. Пожевать приходится. На вкус нормально. На вкус отлично. Ну да, откуда здесь возьмутся элитные отрезы. Тем более свинины. Нормально, хорошее блюдо. За 100 рублей. Вот это все стачив. Если бы мне не нужно было сейчас дальше еще ехать, еще что-то искать, я бы, честно говоря, вот этим наелся бы уже вот так до отвала. За 100 рублей. И мясо, и овощи, и много риса. Есть чем набить желудок. Отлично, здорово, классно. И сейчас быстренько давайте попробуем, что за соуса они нам дали. Выливать я это не буду. Бардак разводить. Поэтому попробую так. А вот жена меня поправляет. Это не соус, а это супчик тебе. Отдельно дали. Эм, жиденький, пустой. Отвар каких-то овощичек. Не стоит внимания. Так, а вот это соус как раз. Теперь рис соусом. А это прям концентрат, как будто бы бульон такой, знаете, отваренный. Не остро. Вот этот соус мастф. Сюда добавлять отлично. Это как будто бы, знаете, вот эти вот при гаренке, при обжарке свинины сюда сконцентрировали. И вот ты поливаешь, дополняешь большой вкус. Но здесь еще, что интересно, немножко сладости добавляет это дело. Да, поливаешь отлично. Все. Вот к этому у меня претензий нет. За 100 рублей взял и наелся. Кайф. Поехали, что-нибудь еще поищем. В некоторых местах, когда мимо проезжаешь, готовят сразу же несколько блюд. Мы попросили здесь приготовить нам супчик, а их здесь даже два вида. Но в меня уже, честно говоря, не лезет. Поэтому ограничимся одним видом супчика и такими малюсенькими пельмешками. Посмотрим сейчас, как это готовится. И небольшая отличительная особенность. В некоторых вот таких местах это уже как бы полу-ресторанчиком это не назвать. Но место, где есть просто куда присесть и все это дело скушать. Так что мало того, что тебе просто это готовят, так еще и можно прямо здесь присесть и перекусить. Вот такой вот супешник. Здесь довольно много всего. Ну что ж, давайте попробуем. Здесь вообще реально разнообразие огромное. Грибочек. Какая-то колбаска. А, это вот те самые сладкие колбаски, которые, знаете, очень часто можно встретить в супермаркетах. Они не то чтобы плохие, но они как раз дают жирноту и навар. Лапши так нормально. Да, порядочно. Солидный кусман свиньи. На косточке. И все. И растворилось, и пропало. Отличная свинья. Прям выварено. Кайф, то, что надо. Что касается самого бульона, слегка жидковат, но количество трав и всяких примесей вполне себе компенсирует. Вообще порция нормальная. Ну а это дайкон. Вареная редиска. Вообще неплохой супчик. Да, кайфушечка. Давайте попробуем те самые пельмешки. Подаются они вот в таком виде. Судя по количеству перца, штука будет довольно остренькая. Так, лишнее стрясем. А, еще и с рыбным соусом. Мой самый любимый аромат. Это рисовое тесто. А внутри чуть-чуть-чуть-чуть совсем какой-то начинки, которую даже толком не разберешь. Но очень похоже на те самые сушеные креветочки. Или может быть рыбка, которую мы пробовали до этого вместе со смесью с рисовой бумагой. Вот похоже, что внутри вот этого теста напихали именно тех самых сушеных. Да, так и есть. Здесь малюсенькая, малюсенькая креветка. На камере точно будет не видно. Но попытаться разобрать можно. Вот ее хвостик торчит. Вот это, пожалуй, самое невкусное, что я сегодня пробовал. Ну, сколько бы это ни стоило, вот такие штуки. Там внутри сухомятка. Казалось, хочется взять какую-то такую пельмешечку и внутри мясо попробовать. Если в первой вот этой огромной пельмешке там было отличное мясо, но хреновое тесто, то здесь полная противоположность. Вот это тесто вроде бы как и вкусное. Ну, то есть рисовое такое, ну, неплохое. Но начинка внутри вообще никакая. Вот эта сушеночка, то есть это и на закусь не подойдет. И как еда полноценная нет тоже. То есть вот эта штука мне совсем не нравится. Что не сказать о супчике. Вот супешник, серьезно, отлично, кайф. Да, здорово. Ну и да, что по поводу цен. 100 рублей стоит супчик. Очень неплохо, учитывая количество вот такой вот свиньи. Да вообще то, что надо. Нормально. И лапши есть, и грибов есть, и колбаски какие-то намешаны. Вообще норм. И 45 рублей вот за эти вот пельмешки малюсенькие. Я бы за них вообще нисколько не дал, потому что это, ну, знаете, такая... Никакая еда, если это вообще можно назвать едой. Ну, физически набиться этим можно, но удовольствия никакого не получите. Поехали далее. Наконец-то самое интересное. Это сэндвичи и даже бургеры. Давайте все подряд пробовать. Это самая-самая-самая вкусная штука, я надеюсь, которую мы здесь смогли найти. И булочки, кстати, выглядят довольно интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Первым делом давайте-ка отведаем именно бургер. Слушайте, здоровая фиговина. Здоровая. Ничего себе навалили. Слушайте, ну тут много всякого, как собирали, вы видели. Давайте-ка вкуснем и заценим, что за мясо. Это один из самых странных бургеров, которые я ел с сосисками, овощами и соусом. Действительно, довольно странным. Слушайте, это вполне себе, но привычного вкуса бургера вы здесь не ощутите. Бургер с сосисками. Что же, почему и нет. Следующий на очереди у нас сэндвич. Снова куча колбасок, разное мясо. Что же, выглядит довольно сытненько, по крайней мере. Довольно сухая штука. А трава забивает вообще весь вкус. Не могу сказать, что это плохо. Это очень сытно. Серьезно, очень много разных видов мяса, колбаски. Но соуса не хватает катастрофически. Очень сухая штука. А, следовательно, к этому сэндвичу замечательно бы подошел тот самый сладенький стаканчик. Освежает и как раз убрал бы эту сухомятку. Что касаемо цен. Бургер стоит 100 рублей, а сэндвич 50. На мой взгляд, сэндвич намного более выгоден не просто потому, что дешевле, а потому, что это огромная булка и начиненная все-таки разными видами колбасок. В отличие от бургеров, в котором просто какие-то сладкие сосиски и огурцы огромные, куски с кожурой еще, которые, честно говоря, нужно очищать от этой кожуры. Она здесь всегда на огурцах очень плотненькая. Но к сэндвичу в любом случае вам понадобится какой-либо еще напиток. Благо, они здесь сразу же и продаются. Поэтому отличное сочетание. Можно вот в таком месте остановился, купил то, что тебе нравится и тут же посидел, аккуратненько попил с любимым напитком. Вот такой вот сегодня получился, значит, трип по стритфуду. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok